Существует легенда о цветке папоротника. В Древней Руси папоротник считался растением перуна, языческого бога-громовержца, подателя дождя на поля и покровителя русского воинства. Легенда утверждала, что цветет папоротник один раз в год, в ночь на Ивана Купалу. Иван Купала – праздник воды и огня. В этот день устраиваются народные купания, обливания, хороводы, прыжки через костер. Языческий праздник Ивана Купалы был связан с днем летнего солнцестояния. 22 июня – самая короткая ночь в году. В ночь на Ивана Купалу и искали в лесу цветок папоротника, перунов цвет или разрыв траву. Цветок папоротника еще называли «жар цвет», потому что он по преданию как будто горит ярко-красным пламенем, да таким ярким, что ночью становится светло, как днем. Каждый, кто сорвет этот цветок, приобретет магическую силу и будет предсказывать будущее, научится понимать язык птиц, растений и животных, а также сможет стать невидимым для человеческих глаз. Цветок способен открывать любые замки, железные запоры и двери, помогает обнаружить зарытые в землю клады. Но, конечно, поиски магического цветка папоротника были тщетны. Почему? А потому что у папоротника не бывает цветов, он размножается спорами. И Продолжение следует...